Продолжение следует... Привет! Прямо сейчас мы показываем вам кастинг на проект Дом-2. У нас сегодня Саша Леонидовозова, наш кастинг-менеджер. Скоро подойдет Надя Ермакова. Напишите, пожалуйста, слышно ли все. Мы попозже сделаем обязательно прямой эфир с Сашей Алианой. Они ответят на все ваши вопросы. Чуть-чуть попозже. Все такие скучные, а я всегда такая... Ты же никогда не жила под кадром. Никогда. Они когда-то не снимали, бывает, что именно с ней. Они никогда не вызывали. Редактори говорили тебе, что ты сидишь, что ты живешь в порядке. Давай уже что-то будем делать. А что, если... Что ты делаешь? А что... Вот девушка, которая хочет прийти на проект. Я не знаю, что я не знаю, что я на инстаграм, а у меня как бы... Мне, в принципе, не нужно этого. Слушай, а проект, ну зачем тебе обязан? Я уверен, что ты не яркая, красивая. Как вам девушка? Потому что я могу себя показать, оно интересно туда. Ну а чем это интересно? Вот что... Так, ты будешь интересно есть, интересно спать. Я буду такие действия исполнять. Ничего себе интересного там. Допустим, мне будут мальчики на... Вот девушка рассказывает, почему она интересна. Все, вот ты пришла, у тебя масло. Ты мне не нравишься. Пошла в обувь. А что, масло реально такое? Да, в хренове смысле. В прямом. Но ты будешь как собачка бегать за ней? Мальчик, ты же девочка. Мальчики должны делать. Если можно, да, там где-то пошли кипа приказ, или вот тоже все, если подберите, вот я тоже... Давайте так, сейчас лайкайте на сердечки, если вам понравилась эта девушка. И если она не понравилась, то, соответственно, не лайкайте ничего. И сейчас по количеству сердечек мы посмотрим, насколько понравилась вам эта девушка. Один нравится, второй нравится, третий нравится, пока... Здравствуйте, я раздушусь. Да, ты меня смотришь. Слём, у вас уже там. Сосов медиклад вообще. Почему там медиклад вообще? Ну, потому что он жьёт девчонок, потому что он сейчас бегает за Настей, если ты знаешь, что она с Тиффиной... Вчера, например, он испортил ей свидание... Не отвлекайся. Ну, ах ты... Сосов медиклад. Сосов медиклад. Сосов медиклад. По-моему, улица Исаева, гостиница Новороссийск. Проходит кастинг на проект Дом-2. Сюда запустили первую часть кастингующихся. Так, соль, потому что сердечек много, значит, девушку надо брать, да? Однозначно. Смотрите, какая хорошенькая. И все. И ты сидишь, затухла и молчишь. Только ты придешь на проект сейчас. Вот все. Три вопросы тебе зададут на лобном месте. Масло тебя пошлет, чертовой матери. Все начнут заниматься своими делами. И все. Как сидишь, и так и будешь сидеть. Ты приходишь первый день на проект, и сразу на тебя куча внимания. Первый день, да. Ну да, где-то пару часов. А потом уже все ребята живут своей жизнью. У кого есть семья, у кого заниматься, у кого не обращаешь внимания. То есть ты как-то будешь сидеть, да? Я просто не обращаюсь, я просто не обращаюсь. Я просто не обращаюсь, я просто не обращаюсь. Я сейчас специально начал. Даже если он будет не до меня, я буду интересоваться. Просто мы сейчас так и не могу проявить, потому что стоит человек, да, допустим. Вот мы здесь, мы участники. Вот я сейчас специально начал на левую тему общаться. Но ты как села, ты и села, и все. Я не вижу. Я не вижу. Я не хочу тебя грузомыть, просто, ну, как бы, по моему мнению, ну да, процентов 60 участников, которые сейчас находятся на проекте, я буду в этом. Подождите. Хорошо. А все иду. У нас все участники, да, они такие же яркие, допустим, как и я. Почему они яркие, и я яркая? Вот девушка утверждает, что она яркая. Давайте посмотрим, по количеству лайков. Яркая или девушка? Что в твоем понимании яркости, что ты будешь утворять? Подождите, скажи, пожалуйста, мне сразу идти там, ну да, там новая, по-прежнему, да, ты идти там, не будем все полговорить на сценарии. Подождите, скажи, пожалуйста, я сама это сделаю, даже не знаю, сколько там сценарий, так далее. Подождите, ты мне говоришь, что яркие участники, яркие, какая-то яркая. А кто эти яркие участники? И что-то будет сделать для себя. Ну, допустим, яркие участники. Вы видите, да, какой психологический сейчас прессинг идет? Это делается не просто так, потому что... Потому что человек изначально ставит в стрессовую ситуацию. И нужно посмотреть на реакцию, насколько она вывезет или не вывезет. На самом деле, по большому счету, нет правильных ответов на эти вопросы. Тут важна именно реакция. Девушка, видите, немножечко зажалась. Девушка, которая тоже пришла на кастинг. Девушка, скорее всего, не гордилась. Она просто немножечко растерялась. Но она пытается, пытается, по крайней мере. Скажите, пожалуйста, хорошо ли слышно? Нет ли какого-то шипения? Напишите, пожалуйста, в комментариях, хорошо ли слышно? Плохо все-таки слышно, да? То есть ты идешь на проект, чтобы бить мужиков? Оставляйте здесь коллегки, а так как угорелая, и разжирнеть, как... Я просто не помню имена, лентального утября. Давай еще какую-то тяпку. Я тебе подскажу. Как вы видите? Только давай ты не мужчина с русским своим волосом. Он такой, кстати. Мне нравилось, как бы, когда она поевала, что я не знаю, если она не видела, что она с черными волосами делает свою поглазу. Какая? Ну, с черными волосами она еще на Сейшелы ездила, и на поляне была. С Шевел? Да нет. Не помню, как она не видела. Она тоже, как она видела. Да, у людей, как она стоит. А в чем яркость? Ты ее по каким вопросам не помнила? Я не помню. Она хоть немножко, как она видела, что она в голову не может. Ребят, вот сразу всем не надо брать как эталон мега ярких участников, неадекватных, провокаторов, и у которых с ШИЗО что-то не так с головой. Поверьте мне, вот это исполнение, то, что вы придете, насмотрелись там на то, что одна, вторая берется, там, третий, там, орех как резаный. Я тоже, как говорили, но не с мягким характером. И все, вы берете это как за основу, что мне надо туда идти, орать, ругаться, драться, и я тогда буду ярким. Мы в первую очередь ищем, чтобы у вас была энергетика, харизма, и что-то настоящее. Потому что я серьезно говорю, я на сегодняшнем проекте сколько лет, честно, я очень люблю Дом-2. Не как там, знаете, халявная колбаса или еще что-то такое, а просто, ну, 12 лет моей жизни связано с этим проектом. Я бы сейчас, честно, 60% участников вот так бы собрал бы и выбросил его. Потому что люди приходят, сидят, как вы, и говорите, я буду драться туда, ну, условно говоря, приду. Так вы же не боитесь правила. Я буду неадекватно, мне нравилось, потому что у него шизап в голове и все остальное. Да, люди приходят в первую и четвертую отношения, они должны быть интересные. Интересные не потому, что вы там взяли за основу, что надо подраться, а потому что, чтобы у вас внутри было что-то живое и настоящее. Я вам хочу хорошо отношения с тобой. Я уверен тебе, серьезно, потому что ты сейчас сидишь и говоришь... Мне, пожалуйста, да, интересно, но блин, мне очень интересен маслом. Он красивый. Он красивый. Маслом красивый, и будете быть трясным. Ты что-то красивый специальный. Какие самые... Какие самые... Вот такие... Вот назови пять поступков маслова, которые поразили твое сердце. Ты поняла, я настоящий мужчина. Каких мы можем... Ну, мне грицент, я не знаю, по поступкам мне грицент. Какие поступки у грицент? То есть, подожди, грицент и маслов, это два человека, две полные противоположности, абсолютно по всем. Ну, я же говорю, масло с меня по симпатии, а грицент ему надо по поступкам. Ну, симпатия тоже... То есть, маслов красивый, а грицент нет? Я же говорю, грицент красивый, а масло... Ты сказала, что масло... Ну, симпатичный. Так иди к гриценту, который по поступкам и внешне... Просто, блин, судят так, как вы судите, да, то есть, гриценту все идут, мы никого не берем. Ну, никого ничего, никак не судим. Вот ты поверь. Ты говори на самом деле, кто тебе нравится. Хорошо, у меня наше лиценту, я хочу... Все. Вот, вот правильно. Ты вот сейчас за вот это время переобуешь? Несколько раз? Не, она просто искренне сказала. Я тоже когда шла, я шла к коллеге в Майами, а потом за минуту до этого подумала, что меня не возьмут, сказала, что я не в Турбожанском. Мне все равно выгодители сказали, что неправда, тебе нравится Майами, поэтому... Вы прям и туда ходили, через месяц говорили. Саша, вот давай не будем. Короче, вот. Просто, ну, серьезно, не берите за основу, что вы сейчас здесь скажете, о том, что я приду там, грубо говоря, там, в неадекватном состоянии, разобью все морды. Поверьте мне, ваше вот это светловое представление или попытаться себя показать, что я сейчас буду там таким вот неадекватным еще четко, а оно закончится в ближайшие 10 минут на волной песне. Я всегда ждала субкистрины, чтобы вы уже увидели субкистрины, но не субкистрины. Я истинность тебя не увидел. Ты вот сейчас субкистрина мне доказывала, что тебе нравится масло, а теперь через 3 минуты искренне тебе с кем нравится Грицент. Просто симпатия человеку. У меня вот две симпатии. Грицент или масло? Ты идешь на проект, честно сказать тебе, зачем ты идешь на проект? Ты идешь на проект потусоваться, попиариться и все. Иначе тебе не обосрался ни Грицент, ни масло. Тут видели, какие могут быть отношения реально на проекте. Понятен это. Ты на первом месте был я 10 минут назад или я и гад, что не работал? Я сказал, ну конечно же, субкиарно. Ну может быть последствия отношений построить. Нет, это наоборот. Я просто волнуюсь, поэтому как бы так говорю, все, перенеешь. Ты много чего наоборот, раздеваться, не раздеваться, там еще что-то такое, там это неадекватно, вот так как. И вы в пример почему-то привозите, приводите ребят, которые, ну, себя неадекватно ведут и ставите это в показатель. из-за многих другого дня. Знаешь, ребят, а можно вот прям минутку внимания? Можно не говорить, что вы не смотрите проект? Те, кто не смотрит проект, смысл вам сюда приходить? Имеет уважение, во-первых, к сотрудникам, к участникам и к себе. Зачем ты тратишь время людей, если ты даже не удосужилась выделить час и сидела здесь, даже здесь, посмотреть хотя бы вчерашний день. Хотя бы одно. Вот, поверьте мне, два слова, сейчас дома очень сильно меняются в лучшую сторону. Очень много сейчас перспектив и у участников, и в целом у проекта и так далее, и так далее. То есть, я когда пришел, были в такие-то помнющие деревянные домики, сейчас одинится целый остров. С вилами. С вилами, со всеми делами нас решила, и выделилась отдельная передача, которой будут только участники. И сейчас дальше больше будет. Поэтому, да, поэтому, ну, я не знаю, будьте настоящими, придумывать себе, собственно говоря, истории какие-то, которые... Вот человек, когда придумал себе историю, в голове ее проклетил, я придумал с такой историей, а сам таковым не является. Эта история заканчивается в первые 5-10 минут на лобном месте. Все. на проекте и так не хватает искренности. Вот на самом деле, как что думаешь, то и говоришь. Что нравится, с тем и строишь отношения. И поэтому хочется набрать ребят реально вот таких, потому что зритель тоже не дурак. Он чувствует, когда его обманывают, когда пытаются играть, и это сразу видно, да. Поэтому только искренние, настоящие эмоции способны и в вашу жизнь изменить, и в проекте что-то новое принести. Поэтому нужно в первую очередь быть самим собой. Какая? Да, ну блин, я вот, я сидю перед вами, я разговариваю, я не усыну, я вот хочу... Переобуваюсь, обманываю. Нет, что? Где я обманываю? Потому что мне просто симпатизирует тебя Маслов, но и Гриценко тоже. Но Гриценко почему из деталей всегда лобом? Потому что к нему все. А что, вот ты говоришь, хорошо, тогда ты говоришь сейчас я покажу, какие должны быть отношения на проекте. То есть ты покажешь отношения в платье? Нет, яркий, романтичный, что-то... Где же яркий, если твой эталон это Саша Чернов. Я смотрела несколько, блин. Понимаешь, ты говоришь, я давно не смотрела. Маслов, поверь мне, он не так давно прожил на проекте. Он где-то на неделю сам на проекте. Мы просто по картинке поменялись. Помещаем, так не знаю. Поэтому... А его помещение там, я не знаю. Если ты не смотришь проект, давно не смотрела, откуда ты знаешь, такого не было поведения. Если говоришь про романтические отношения и ставишь в залом, как Саша Черно, там романтика вообще не пахнет. мы сейчас начинали снимать кастинг. Это все у нас идет прямо в эфир головы. Это все будет через неделю. Вы по кастинайте все вот там. Подумайте, кому и зачем вы здесь. То есть, когда вы определите симпатии, вам проще. Когда вы понимаете, зачем вы это, вам тоже проще. Эти вопросы задаются абсолютно каждым. Вот здесь потом перед камерой не сидеть, не купить, просто готовьте себя заранее. Готовьте себе вопрос. Чем я отличался от других людей? Нам нужны какие-то интересные люди. То есть, вот если вы писали, 15 тысяч одинокрус-девушек, не стандартно, полный, рыжий, со скринт-интересным мы проекте сразу возьмем. Думайте, что про себя такого прикольного рассказать, чтобы вас выделяло это. Потому что все говорят, я веселая, я спорная, я вам вот, не надо, любви хочу. Это все говорят. Вы работаете над индивидуальностью, чтобы вы сказали интересные смыслыки, чтобы им было интересным вопросом вам бы приятно задать. Потому что когда человек неинтересный о себе рассказывает, даже вопрос не возникает. Ну, то есть, вопрос у них, походу ваша интересная презентация о себе. Рассказали, чем вы думаете, что хотите, у них сразу какие-то вопросы к вам. Давайте, будьте, мы только подумаем все. Пока мы уже не начали смотреть. Хорошо. Спасибо.